Привет от Владимира Владимировича. Вы, конечно, виделись только буквально несколько дней назад. Спасибо. Приятно все равно. Он поддерживает продолжение нашего интенсивного союзнического диалога. В этом вы можете не сомневаться. Я думаю, президент России также в этом абсолютно убежден. Я когда-то сказал, думаю, вы поддержите эту идею. Уверен, что поддержите, что мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Беларусь-Россия, не то Россия-Беларусь. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Мы к этому идем, движемся. И уже, слушайте, 30 лет сегодня установлению дипломатических отношений между нашими государствами. И 30... Ну, сколько я президентов? Я все время слышу. Завтра поглощение. Завтра инкорпорация. 30 лет прошло, не инкорпорировали, не поглотили, ничего не увезли. А если уж откровенно, то мы от России получаем все то, что надо суверенному независимому государству. Да, были у нас разные времена. Мы спорили, как близкие люди. Мы часто с Путиным обсуждаем эту тему. Ну, вот там что-то поспорили. Я всегда говорю, этому надо радоваться. Потому что ни одно западное государство, вот возьмите последние саммиты, никто нигде ни с кем не спорит. Пришел начальник ЦК, не то обкома с Вашингтона. Даже не сказал, а посмотрел и все побежали. А истина рождается в спорах, как известно. Да, а мы спорим, потому что мы близкие люди. И действительно, истина всегда рождалась в споре и будет рождаться. Сейчас у нас отношение особого характера. Время такое, Сергей Викторович. Когда не слушают вас, дипломатов, тогда приходится слушать других людей. Мы за то, чтобы дипломатия работала. Но что поделать, если идет гибридная война, начали средства массовой информации. Потом заглушили дипломатов, отбросили в сторону. Ни одна международная площадка результата не дает. В том числе и главная наша. Что нам делать? Нам приходится защищаться, сопротивляться. Деньги отняли. Деньги отняли, в экономике душить начинают. Вот, пожалуйста, гибрид. Приводил пример с этой Литвой. Спихивают все время на Евросоюз. Это не мы, это Евросоюз принял решение. Так там принимаются решения консенсуса. Если вы видели, что-то вредит Литве, может навредить. Но вы не голосуйте за это. И решение принято не будет. Или примут с какими-то исключениями. Но вы же видите, что они впереди паровоза бегут. И всегда кричат дави, трави и так далее. В ущерб своему государству. Ну, для меня это неудивительно. Потому что я наблюдаю это постоянно. И я вижу, кто там ратует за такие вещи. Уже объявили экономическую войну. Что такое транзит, закрытие. И все кричат в каком-то суваловском коридоре. Слушайте, мы с вами об этом не говорим. Они кричат. Они что, намекают? Так у нас достаточно с Россией сил и средств для того, чтобы доставить грузы в Калининград. Без всяких войн и напряжений. Мы с Путином, Владимиром Владимировичем, серьезно обсуждали эти вопросы. Мы никакой инсценировки там не было. И про ядерное оружие и прочее. Мы еще полшага сделали. Они же летают. Они тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Зачем? Для того, чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных в России у нас их нет. И как Путин правильно сказал, в шести точках, в шести странах находится их ядерная боеприпаса. Долгие-долгие годы. И они летают и пускают этих пилотов неядерных стран к управлению самолетами, которые предназначены для ядерного оружия. Абсолютно. Это нарушает договор о нераспространении по нашей цели. Но мы еще это не сделали. Но мы должны быть готовы. 41-й год, когда мы думали, что верили. Поэтому мы верим. Но мы должны поры держаться сухим по всем направлениям. И не надо там енчить, кричать, что тут Путин захватил Беларусь, что хоть что-то и делает. У нас согласованная, разумная политика двух суверенных государств. За которую, прежде всего, отвечают Маккей и Лавров. Под руководством Верховных Главнокомандующих. Ну вы нам советуете. Но это не снимает с нас ответственность. Мы абсолютно здраво, трезво понимаем, что вокруг нас происходит. И лучше им показать, что может быть, чем это случится. Нам эта война не нужна. Они это понимают, Арсен Григорьевич. Я думаю, что там сейчас все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые уже начинают думать, а что дальше, когда закончится эта ситуация. Что дальше? Надо же думать об общеевропейском сотрудничестве. Но я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь. В нынешних условиях трудно себе вообразить. Но о том, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно в Европе, это факт. И вот это начинают многие понимать. Вы знаете, что меня удивляет? Вот вполне нормальное требование. Нет национализма, который перерастает в фашизм. Но нам это не надо. Нет, и Европе это не надо. Они в Украине это культивируют. Они поддерживают это. Хорошо. А если завтра это выплеснется в Европе? Но Европе это не нужно. Особенно Германии. Там уроки истории помнят. Они же должны понимать, что это будет прорастать, произрастать теми корнями по всей Европе. В Германии, вот вчера я читал, партия «Альтернатива для Германии» создала неправительственную организацию по борьбе с русофобией. То есть это уже начинает проявляться и в публичной сфере. Сергей Викторович, вы лучше, чем кто-либо понимаете, нам другого пути не оставили. Предлагали безопасность накануне операции и давайте подпишем договоры, за столом переговоры и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Ну это их выбор. И сейчас опять на саммите НАТО, в документах, где мы названы главной угрозой, Китай главным вызовом, опять подтверждена так называемая политика открытых дверей и подтверждено решение 2008 года, принятое в Бухаресте, насчет перспектив членства в НАТО Украины и Грузии. Очень усилится. Ну, Господь им дорогу.